Красноярцы сами могут выбрать, какие скверы и парки появятся в городе. До финала голосования по благоустройству осталось две недели. Те территории, которые получат больше всего голосов от жителей, обновят уже в следующем году. Где можно определиться с выбором, расскажем в следующем сюжете. Большое спасибо Илье Александровичу, она помогала в благоустройстве и строительстве набережной. Мы ее ждали 46 лет. Обновленная Ярыгинская набережная была долгожданным подарком не только для жителей Правобережья, но и для всего города. Сейчас она настоящий центр притяжения для людей всех возрастов. Тут с удовольствием гуляют пенсионеры, молодые мамы с детьми и семейные пары. Но еще несколько лет назад никто из жителей ближайших домов не мог представить, что прямо под их окнами появится такая достопримечательность. Я теперь регулярно стала бывать на ней, потому что здесь очень интересно, здесь есть возможность для того, чтобы заняться в том числе и спортом, скандинавской ходьбой, привезти ребенка, покататься на велосипеде, на скейте. То есть посетить локации, вот те же детские площадки. Очень приятно, конечно. То, что было, то, что стало, земля не было. Набережную, как и другие скверы, парки и знаковые места в городе благоустраивают, в том числе благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Сейчас в Красноярск идет голосование по программе формирования комфортной городской среды за обновление территорий. Жители могут сами выбрать тот парк, сквер или наоборот, еще неухоженный пустырь, который благоустроят в следующем году. Всего таких локаций 15 из каждого района города. Победителями станут 8 самых рейтинговых. За три недели голосования с выбором определились уже больше 115 тысяч жителей края. 40,5 тысяч из них от города Красноярска. Люди подходят, голосуют. Кому-то приходится подходить, объяснять, рассказывать о проекте. Ну, кто-то голосует, кто-то решает проголосовать на сайте, кто-то у нас. Интересно общаться с людьми, во-первых. Узнать их мнение об этом проекте, как, ну, что они думают. Возможно, выслушать их пожелания, что нужно благоустроить в будущем. До финала голосования по благоустройству общественных пространств осталось всего две недели. Чтобы успеть отдать свой голос за понравившийся объект, нужно зайти на сайт 24.городсреда.ру и выбрать территорию из предложенных. Участвовать могут жители от 14 лет. Люди, наконец, поняли, что их голос действительно имеет значение. Что это не просто некая формальность, когда можно ничего не делать и пространство появится. Нет. Люди действительно борются за свой район, за место, где они живут. Люди пересылают активно сообщения друг к другу с просьбой поддержать то или иное пространство. Это действительно конкуренция. Сейчас у каждого жителя есть реальная возможность повлиять на то, как будет выглядеть город в следующем году. С призывом проявить свою позицию к жителям не раз обращался губернатор края Александр Рус. Антон Тишаков, Дмитрий Комаров, 7 канал.